добрый день дорогие зрители канала садовый мир и помните как в рекламном ролике в каждом блюде должна быть изюминка горошинка и кукурузинка а в наших пикантных заготовках которые уже ровными рядами стоят на полочках в кладовках в погребах и в том числе в подвалах вот такие замечательные пикантные перчики составляют очень яркую нотку во всех маринадах практически во все свои баночки по одной штучке маленькой я добавляю чтобы принести вкусовой акцент отставляя баночку в сторону мы с вами уже мельком знакомились с результатами работы нашего юного агронома в детском огороде кина с целый большой обширный проект и сегодня я хотела бы подвести итоги более подробно по острым пикантным перчиком от компании сидек который мы выращивали в рамках этого проекта вместе с дочкой помогала с рассадой ну а дальше она сама сама после высадки как говорится их выращивала давайте более подробно уже во всех красках во всех вкусах и по всем характеристикам пробежимся по нашим посадкам начну я наверное сначала с коктейльного замечательного перчика называется он топик посмотрите какой шикарный ярко-красного цвета не зря его называют коктейльным посмотрите он напоминает помидорку коктейльного типа округлой формы давайте сейчас сорву ее и покажу вам разрезе у него толстая стеночка надо взять ножик крепко сидит срезаем аккуратно чтобы не повредить наш ствол посмотрите сколько его на кусту это при том что мы уже собирали неоднократно с него вторая веточка вот здесь дальше если посмотреть то на каждой ветке у нас очень много много плодов у нас раскустился лег по сторонам поэтому трудно его оценить сразу не раздвинув веточки не посмотрев на все плоды если мы с вами посмотрим здесь у нас тоже небольшой кустик и он тоже весь 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 покрыт посмотрите словно новогодними яркими игрушками вот такими округлыми плодами они все у нас как один калиброванные и сейчас давайте посмотрим на него в разрезе я беру нож и разрезаю вам его вдоль обратите внимание какой он плотный это значит он отлично подойдет для употребления и в свежем виде кто любит поострее знаете толстая стеночка практически как у классического толстостенного перчика сладкого которого растает на наших урожайных грядках он очень острый жгучий знаете такой огонечек продает любым блюдам и его можно выгодно использовать именно для приготовления остренькой аджики для маринадов соусов в повседневном скажем так пикантном дополнение к основным овощным блюдам космисны конечно рыбным и я хочу сказать что этот перец прекрасно себя рекомендовал сейчас прошлого года именно поэтому мы его взяли в топ посадок в этом году почему потому что достаточно всего двух-трех растений для того чтобы полностью закрыть все потребности вот по остреньковым перчику напомню откладываю в сторону выращивали мы его в рамках проекта перчинка сезона 2022 вот так выглядит наш перчик это гибрид достаточно ранеспелый он в плодоношение вступать примерно на 110 115 день с момента полных сходов подходит для открытого грунта для закрытого защищенного для выращивания в теплицах парниках и в том числе вот как мы его выращивали практически под открытым небом в контейнерах объемом 45 литров обязательно делали дренажные отверстия в емкости обязательно настилали керамзит примерно объем 1 четверть объема вот так вот насыпали керамзит потом заполняли питательной почвосмесью с большим содержанием органических веществ и конечно использовали адресные удобрения для выращивания посленных культур в течение сезона дочка чередовал подкормки органические минеральные средствами защиты мы никакими не пользовались этот перчик не ест ни один паразит скажем так ни один вредитель и за два года мы ни разу не видел чтобы с ним были какие-то проблемы в плане заболеваний только отличный урожай только отличный вкус дорогие друзья в рамках проекта детский огород моя дочка выращивала 6 сортов и гибридов острого пикантного перчика компании седек есть у нас и проверенные гибриды и в том числе на видочки которые мы в прошлом году не выращивали ведь мы уже второй раз в качестве букетной посадки выращиваем этих красавцев которые не только нам дают пикантную нотку для заготовок в том числе и для повседневных блюд но еще украшают наш огород посмотрите насколько декоративно они выглядят словно огоньки горят среди зелени сейчас сидиратов зеленеющий на фоне капусты и со временем постепенно пожухающего огорода они словно яркими огнями горят на наших клумбах по импровизированных а теперь давайте по порядку рассмотрим еще два замечательных перчика это у нас оранжевое чудо и перец кустарниковой искры они сидят рядышком поэтому перейдем сразу к ним давайте более подробно поговорим о перце кустарниковом искры это сорт а это значит что с него можно собирать семена и поэтому вы сможете поделиться вот такой красотой вместе со своими коллегами огородниками родственниками знакомыми он чрезвычайно урожайный средний ранний сорт который плодоносить начинает нас 100 115 день с момента полных всходов посмотрите он компактный хорошо облиственный и самое главное что перчик острый кустарника как и сладкий это многолетняя культура и если вы захотите взять его домой вы можете его спокойно аккуратно с большим комом пересадить в горшочек и забрать на кухню на подоконник и он вас будет радовать течение всей холодной зимы вот такими яркими стручочками в технической спелости он светло-зеленого цвета такого на эти белесоватого такого слегка молочным оттенком потом постепенно переходя в биологическую спелость он убирает цвет становится слегка желтоватым ярко-оранжевым и в биологической окончательной спелости ярко-красным цветом стручочки словно салют устремлены вверх яркими такими вот кистями и посмотрите его можно даже использовать в качестве осенних букетов скоро 1 сентября день учителя и мы уже с помощью острого перчика и томатов в прошлом году собирали необычайный букет который понравился всем без исключения многие даже пытались его попробовать вот такими острыми перчиками мы декорировали наш подарок нашему любимому учителю а теперь перейдем к следующему нашему кандидату в детском огородике перчик оранжево чудо очаровательный гибрид тоже компактный урожайный с ручками ярко-оранжевого цвета посмотрите технической спелости он ярко-зеленого цвета с небольшим от антоциановым бачком а потом он переходит биологическую спелость и набирает цвет вкус и конечно же аромат перчик ранее спел мы с него уже собрали первую волну урожая он вступает в плодоношение на 85-95 день с момента полных сходов и самое главное что этот гибрид тоже можно использовать в качестве украшения кухни посмотрите он компактный много места не займет и кстати в той баночке что я вам только что показывала как раз этот перчик и присутствовал в нашем маринаде оба перца кустарниковых искры и оранжевое чудо имеют небольшую массу плодов среднем около пяти граммов не толстую стеночку и отлично подходит для производства ароматного уксуса их тоже можно сделать в масляной заливке и потом использовать в кулинарии кстати если вы задумаете их высушить обязательно воспользуйтесь такой возможностью это будет ценной добавкой к вашему столу еще один яркий красивый урожайный красавец из коллекции компании сидек острых кустарниковых перцев это сорт конфетти не зря он носит от названия процессе созревания этот красавчик окрашивает куст совершенно в разные оттенки начиная от зеленого потом набирает уже и желтоватый оттенок и антоциана и антоциановый форме горошка слегка может быть с оттянутым носиком то есть у нас плоды получаются совершенно разные и в итоге большой большой урожай перчика мы снимаем а биологической спелости вот окрашивается такой яркий красный насыщенный цвет я бы сказал даже с вишневым оттенком вкус невысокие до 25 сантиметров и отлично можно его использовать в том числе даже в бордюрах цветнике либо по овощным каким-то посадкам сорт этот средний ранний в плодоношение вступает на сотый 115 день необычайно красив и в том числе не прихотлив кстати вот такой перчик можно тоже использовать для приготовления декора для кухни можно нанести его на ниточку кстати если будете этим заниматься обязательно нитку пропитывайте в спирт содержащие жидкости спирт либо например какие-то взрослые напитки но обязательно нужно эту нитку пропитать и обработать иголочку тогда ваши перчики и в коем случае не загниют и будут сохранять декоративные свойства использовать можно их том числе и для пищевых целей даже в сушеном виде перемалывая для производства домашних приправ и просто обмакивая при приготовлении первых блюд особенно борща посмотрите какой красавец ярко-красный стручочки глянцевый бодро смотрящий вверх необычайным салютом плодов урожайный неприхотливый никакой вредитель и заболевания ему не страшны это перец кустарниковый окон очарования у нас очаровал еще буквально в прошлом сезоне посмотрите даже насекомым очень нравится бабка коробка нашла свой приют на этом ярком стручке посмотрите перчики вытянутой формы заостренный и его тоже можно использовать в любых целях для употребления свежем виде для консервации при приготовлении домашних приправ а самое главное если любите поострее употребляйте его в свежем виде но в меру не забывайте что перец стимулирует аппетит и в небольших количествах тоже стимулирует работу пищеварительной системы соответственно если вы употребляете перчик знаете что кровообращение в желудке стимулируется и пища лучше переваривается поэтому жаркую погоду не исключайте этого красавца из своего питания посмотрите вот так выглядит наша упаковка напомню что перчики острые кустарниковые для детского проекта огород детские мы высаживали в марте середине марта зашли у нас дружненько быстренько и уже буквально в мае месяце мы их высадили вот в качестве букетной посадки первые две-три недели они нас куковали в теплице ну а потом мы их выставили на улицу устанавливали тоннель и прикрывали спонбондом а когда наступила все-таки настоящий они календарное лето наши перцы остались полностью без укрытий сейчас конечно же в конце августа начале сентября мы от холодных роз наш перчик будем прикрывать просто тоненьким спонбондом но а до самых холодов надеюсь что у нас доживет без потерь и мы еще порадуемся урожаю и такой красоте дорогие мои улавливать сходство это перец кустарниковой шары точь-точь как на упаковке производителя и такой же красивый такой же соответствующий описанию средний ранний сорт который порадовал нас буквально в открытом грунте жаль что я не смогу его пересадить в горшочек потому что он переплелся у меня именно с другим перцем который на заднем плане у нас красуется там неудобно пройдем к поэтому я отщипнула буквально один вот такой побег чтобы смогли полюбоваться на эти блестящие ярко окрашенные перчинки ярко-красного яшневого цвета да я сказал даже с алым таким бачком глянцевые нарядные и я хочу сказать что он чрезвычайно декоративен и при этом он абсолютно съедобен можете его использовать в любых абсолютных целях которые мы вам сегодня уже называли и обязательно уделите ему свое внимание в следующем сезоне посадите и не прогадайте он станет не только дополнением вашему рациону заготовка пикантным соусом и другим блюдам но в том числе и ярким украшением не только огорода но можно его использовать даже для декора цветника ведь овощи сейчас уже вовсю конкурирует у нас с декоративными цветочными культурами стоит только захотите собрать вместе как мы сделали это в нынешнем сезоне опираясь на опыт прошлогодний и у нас вот такие вот перчики в букетной посадки стали прекрасным хитом наши огородные зоны они притягивают взгляд как нам приходит кто-то в гости обязательно подходит и спрашивает а что это такое допустим сначала путать с цветами а потом уже говорят да это же перец на самом деле если вы последуйте нашему совету учитывая наш опыт мы будем очень рады если у вас все 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 получится дерзайте используйте контейнерной посадки даже если у вас нет огорода на балконе можно такой же вот емкость разместить и два три а то и четыре гибрида спокойно высадить и вырастить перчик неприхотливый не потребует от вас никаких усилий только посеять его вовремя на рассаду а потом при желании может забрать его домой вот такой небольшой обзор пикантный прекрасной культуры у нас сегодня получился мы с ним конечно же не прощаемся возможно вы его еще в нашем сезоне увидеть это на заднем плане надеюсь что их тепличку мы его тоже переселим и он порадует нас до самых холодов надеюсь что наш обзор будет вам полезен в целью выбора сортов и гибридов ярких вкусных и пикантных перчиков на следующий сезон